Здравствуйте тем, кто будет нас смотреть или смотрит. Мы только что доказали формулу расстояния между двумя скрещивающимися прямыми. Также мы доказывали формулу для расстояния от точки до прямой в плоскости или от точки до плоскости в пространстве. Давайте докажем теперь формулу расстояния от точки до прямой в пространстве. Это у нас прямая в пространстве, точка М с координатами х1, у1, з1. Ну, прямую, как обычно, можно задать, например, векторным уравнением r равно r0 плюс at. Тогда a является направляющим вектором, а r0 – это радиус-вектор какой-то точки p, лежащей на прямой. Давайте немножко перерисую. Вот точка М. В общем, давайте мы вот такое построение сделаем. Вот рассмотрим такой параллограмм. Ясно, что расстояние d от точки М до прямой будет чем в этом параллограмме? Высотой, да? То есть высота – это отношение площади к длине вот этого основания. Ну, в качестве основания мы берем вот отрезок, который получается откладыванием от точки p вектора А, направляющего вектора прямой. Ну, хорошо, пусть r1, давайте еще, это радиус-вектор точки М. Ну, кто мне скажет, чему равно расстояние d? Чему равна площадь параллограмма? Модулю, да? Модулю векторного произведения r1 минус r0 на вектор А поделить на длину вектора А. Вот такая формула для расстояния от точки до прямой в пространстве. Вот, ну, хорошо. Ну, на этом мы заканчиваем кривые и поверхности первого порядка. Мы знаем, что мы доказали уже, что это, соответственно, плоские и кривые первого порядка – это в точности прямые, а в поверхности первого порядка, в брейческой поверхности первого порядка в пространстве – это в точности плоскости. Вот, и давайте мы перейдем к следующему по сложности случаю – к кривым, к плоским и кривым второго порядка. Запишите тему довольно большую – кривые второго порядка. Кривые второго порядка. Вот, пусть у нас OXY – это некоторая гекартовая схема координат на плоскости. Тогда какое уравнение имеет кривая второго порядка? Вот, давайте запишем вот в таком виде. A11X2 плюс 2A12XY плюс A22Y2 плюс 2A1X плюс 2A2Y плюс A0. Вот это… Давайте обозначим, как я потучу Y. Ну, и приравняем нулю. То есть, кривая второго порядка сдается приравниванием нулю многочлена второй степени. Вот, поскольку многочлен второй степени, то хотя бы один из вот этих коэффициентов обязательно отличен от нуля. Вот, и давайте помним, что при переходе к новой декартовой системе координат порядок алгебрической кривой, как мы знаем, не меняется. Что значит при переходе к другой ДСК? Это значит, ну, в общем, координаты в двух ДСК, как мы знаем, связаны вот такими формулами. То есть, как получить уравнение той же кривой в новой декартовой системе координат ОХ3, УХ3? Нужно что сделать? Подставить мета X и Y вот эти выражения X и Y как функции от X' Y' и переписать уже как выражение от X' Y' как многочлен. Причем, как мы знаем, степень многочлена при этом не меняется по переменным X и Y у исходного, такая же, как по переменным X' Y' у полученного. Это связано с тем, что формулы замены координат обратимы. То есть, можно наоборот выразить X' Y' однозначно через X и Y. Вот. Ну, хорошо, это мы все доказывали. Ну, вот, может быть, вас немножко смущают вот эти коэффициенты, двойки, да? Зачем? Чтобы запутать, что ли я их взял. Но, в действительности, как бы это довольно стандартное соглашение. Вот. Можно вот это выражение переписать в следующем виде. A1, 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 A2, A1, A2, 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 A3, A3, A2, A2. x y плюс а0 то есть видите вот это вот симметричная матрица у нас давайте ее ну не знаю пригодится нам нет обозначим q это вот l например будет такая строчка вот ну вы можете проверить то вот это вот квадратичная часть нашего выражения в матричном виде может быть записано вот таким образом причем на самом деле вот эта матрица q при условии что она симметричная определенно однозначно вот можно даже еще более компактно записать но может быть вам покажет запись уже слишком сложный пока 1 1 1 2 1 2 2 2 2 значит здесь а 1 а 2 а 0 1 а 2 x y 1 вот обратите внимание эта матрица тоже симметрично то есть смотрите вот эти вот удвоенные коэффициенты они возникают откуда от того что у нас есть слагаемые которые отвечают вот тем элементам матрицы которые стоят на симметричных местах то есть каждый из этих элементов дает нам по одному слагаемому вот ну скорее мы такой записью встретимся в следующем семестре вот ну по крайней мере это некоторое объяснение зачем нужны коэффициенты да это набор координат вы знаете я думаю что лучше всего проинтерпретировать термах проективной геометрии это может вот с этой точки зрения подумать я не хочу сейчас так сильно в эту углубляться вот ну хорошо вот наша первая задача заключается в том чтобы классифицировать вот такие кривые второго порядка ну по крайней мере уравнение кривых значит вот давайте предположим что кривая второго порядка наша задана в некоторой пдск значит вот это вот уравнение кривой второго порядка в некоторой пдск вот давайте я сформулирую такую теорему что существует некоторая новая пдск в которой уравнение ну давайте исходное уравнение вот это вот один которая была задана старой пдск перепишется или запишется в виде или примет вид лучше примет один из следующих видов во первых вот такой где а больше либо равно b больше нуля вот это уравнение по существу пустого множества как множество точек которые ну с вещественными координатами да и x и y которые удовлетворяют этому уравнению потому что квадрат любого действительного числа число не отрицательное поэтому минус единицы левая часть при действительных x и y равняться никак не может вот поэтому да но с другой стороны если мы рассмотрим комплексные решения то по существу вот эти два уравнения эквивалентны на поле комплексных чисел поэтому вот это уравнение называется уравнением мнимого эллипса то есть как множество точек на плоскости это пустое множество вот но тем не менее оно будет нашем списке это уравнение мнимого эллипса третье x квадрат на а квадрат плюс y квадрат на b квадрат равно нулю я а больше либо равно b больше нуля как вы думаете это будет уравнение чего сколько точек удовлетворяет вот этому уравнению только одна да вот если бы здесь был знак минус то можно было проложить по формуле разность квадратов и мы получили бы уравнение пары прямых перетекающихся вот это вот мнимые пересекающиеся прямые пара мнимых пересекающихся прямых то есть единственная точка вещественная которую мы видим это точка их пересечения точка 0 0 значит следующий пункт списке это x квадрат на а квадрат минус у квадрат на b квадрат равно 0 где а больше либо равно b больше нуля это уравнение чего пара пересекающихся прямых пара пересекающихся прямых шестое уравнение y квадрат равно 2px где p больше нуля это уравнение чего параболы это параболы седьмое у квадрат плюс а квадрат равно нулю где а больше нуля это опять случае пустого множества да это вот пара мнимых параллельных прямых потому что если бы здесь был был знак минус то это была бы пара параллельных прямых вот собственно случай 8 y квадрат минуса квадрат равно нулю а больше нуля это пара параллельных прямых ну и 9 совсем такой вырожденный случай от когда y квадрат равно нулю пара совпадающих прямых ну то есть двойная прямая то есть всегда можно найти замену пдск которая общее вот такое уравнение кривой второго порядка приведет вот к одному из таких девяти видов ну причем можно показать что эти девять видов друг друга не переходят да вот заменными координат то есть девять типов кривых но при этом давайте посмотрим вот геометрически значит как может выглядеть множество решений вот такого уравнения это может быть эллипс это может быть это может быть точка да это может быть гипербола парабола пара пересекающихся прямых пара параллельных прямых двойная прямая и пустое множество да то есть заодно мы получаем как бы квалификацию множеств точек которые сдаются вот таким уравнением на плоскости вот ну что ж давайте докажем эту теорему давайте докажем эту теорему вот не знаю может быть на этой стороне доски будут писать хотя довольно много вычислений вот давайте во первых предположим что 12 не равно нулю у исходного уравнения вот тогда давайте докажем лему существует такой поворот нашей деск на нашей пдс к то есть можно так повернуть систему что в новой системе координат коэффициент значит существует поворот пдс к такой что в новой системе а 1 2 3 будет равно ну не знаю не очень красивая формулировка на понятен смысл то есть можно повернуть нашу систему так чтобы обнулить коэффициент перед x и вот давайте запишем формулы поворота системы координат ну я напомню просто матрица будет от ортогональной матрицей да причем если от матриц поворота с определительным единицам косинус какой там фи наверное минус синус фи минус фи косинус фи ик штрих игрек штрих ну то есть это равно ик штрих косинус фи минус игрек штрих минус фи ик штрих синус фи плюс игрек штрих косинус фи да вот хорошо вот давайте подставим теперь вместо икты y вот наше выражение вот выражение ик штрих икты y через ик штрих ик штрих то есть это будет 11 на ик штрих вы меня только пожалуйста проверяйте я могу ошибиться довольно довольно неприятные вычисления будут плюс 2 1 2 ик штрих косинус фи минус ик штрих ик штрих ик штрих ик штрих косинус фи плюс игрек штрих косинус фи плюс давайте так я напишу линейные по ик штрих ик штрих члены то есть ясно что вот этот коэффициент он получается в общем приведением там соответствующих слагаемых вот из квадратичной части да то есть то что идет дальше на вот этот коэффициент а 1 2 штрих влиять не будет это понятно вот поэтому ну давайте посмотрим какой коэффициент будет перед ик штрих ик штрих ну точнее перед 2 ик штрих ик штрих это и есть коэффициент а 1 2 штрих да то есть нам нужно посмотреть вот какой коэффициент вот в этом выражении перед ну ладно давайте перед ик штрих ик штрих это будет 2 1 2 штрих давайте посмотрим значит во первых будет 1 1 так минус а 1 1 косинус фи синус фи да давайте двоечку поставим вот отсюда до кэффициент перед ик штрих ик штрих вот теперь вот из этого слагаемого плюс 2 1 2 тут перед ик штрих ик штрих это будет косинус квадрат фи минус синус квадрат фи да косинус квадрат фи минус синус квадрат фи вот и вот из этого слагаемого плюс а 2 2 только двоечка на синус и косинус квадрат фи это будет еще раз 2 1 2 штрих Не знаю, понятно ли? Или уже все, ничего не понятно? Понятно? Если что-то непонятно, вы, пожалуй, спрашивайте. Вот. Ну, давайте на два поделим левую и правую части. Вот. И посмотрим, что здесь получается. Будет а2,2 минус а1,1 на синус фи косинус фи плюс а1,2 косинус квадрат фи минус синус квадрат фи. И вот это мы должны приравнять нулю. То есть мы хотим найти такой угол поворота, чтобы, повернув на этот угол нашу систему координат, мы бы вот этот коэффициент обратили в ноль. Да? Поэтому мы приравниваем нулю вот этот коэффициент а1,2 штрих. Да? Вот. Ну вот вы мне, если что, подскажете, вот давайте вспомним тригонометрию. Вот это есть, по-моему, синус 2 фи пополам. А вот это что такое косинус 2 фи? Замечательно. Вот. Отсюда мы что-то, наверное, можем... Да. Да. То есть давайте, может быть, катангенс. Слышите? 2 фи. Вот чему будет равен. То есть это нужно косинус поделить на синус, да? Это будет что-то типа а1,1 минус а2,2 поделить на 2а,1,2. Так вроде бы, да? У меня шпаргалка есть. Это ничего. Ну, смотрите, у нас, если а1,2 уже был равен нулю, никаких поворотов не нужно, да? А если а1,2 не равен нулю, то мы всегда можем найти такой тангенс, ну, такой угол фи, для которого вот это равенство выполнено, да? И поворачивая на любой из углов, которые удовлетворяют вот этому условию, нашу систему, мы тем самым в новой системе координат обнуляем коэффициент перед произведением, ну, вот, координат, да? Коэффициент перед х' умножить на у'. Это понятно? Ну, вы знаете, с практической точки зрения, вот этот угол искать удобнее, мне кажется, на практике, по другой формуле. То есть, давайте я перепишу так. Тангенс 2х фи – это есть, ну, 2 синус фи косинус фи поделить на косинус квадрат фи минус синус квадрат фи. Если мы поделим числитель и знаменатель на косинус квадрат фи, мы получим 2 тангенс фи поделить на 1 минус тангенс квадрат фи. И это равно чему? Значит, 2а1,2, да? Ну, давайте так запишем. 2а1,2 поделить на а1,1 минус а2,2. Вот отсюда мы получаем некоторое квадратное уравнение для тангенса. Сейчас. Ну, сейчас, как же тут лучше действовать? Ну, в общем, мы получаем уравнение вот такое. Тангенс квадрат фи плюс а1,1 минус а2,2 на а1,2 тангенс фи минус 1 равно 0. Вот как отсюда получить вот это, ну, я думаю, понятно, да? Ну, опять же, а1,2 у нас не 0, поэтому... Ну, в общем, вы легко получите, да? Вот, то есть, смотрите, вот это вот квадратное уравнение относительно тангенса, да? Тангенса фи. Вот если мы знаем уравнение нашей кривой второго порядка, то вот этот коэффициент мы знаем, да? И решает квадратное уравнение, мы находим тангенс фи. Для фи мы берем любой угол поворота с данным тангенсом. Ну, то есть, вот на практике удобно пользоваться вот такой формулой. Вот, ну, хорошо, наша лемма доказана тем самым. Наша лемма доказана, и таким образом, после того, как мы произвели поворот, мы привели в новой системе координат уравнение к такому виду. Это есть, давайте я немножко изменю обозначение, лямбда 1х' квадрате плюс лямбда 2у' квадрате плюс 2b1х' плюс 2b2у' плюс b0 равно 0. То есть, коэффициент перед х' и у' уже исчез. Вот, дальше давайте разберем три случая. Вот, во-первых, первый случай, ну, я буду их римскими цифрами обозначать. Пусть у нас лямбда 1 не равно 0 и лямбда 2 не равно 0. В этом случае уравнение приводится к такому виду замены одной прямоугольной на другую прямоугольную систему координат. Давайте я напишу. Приводится к такому виду левая часть. лямбда 1х2' квадрате плюс лямбда 2у2' квадрате равно какому-то Тау. Равно какому-то Тау. Вот, следующий случай. Сейчас, чтобы не ошибиться, я... Второе римское. Значит, если у нас лямбда 1 равно 0, но при этом b1 не равно 0, в этом случае... Ну, лямбда 1 равно 0, следовательно, конечно, лямбда 2 не равно 0, потому что это уравнение должно иметь второй порядок, да? Тогда можно привести вот к такому виду. Сейчас, давайте все-таки я немножко, вы знаете, изменю. Вот левую часть, сейчас, f2' вот в новой системе координат можно привести к такому. Здесь можно привести к такому. Лямбда 1у2' квадрате плюс 2b1х2' равно 0. Ну, и, наконец, в случае третье римское, если у нас лямбда 1 равно 0 и b1 равно 0. Но, конечно, лямбда 2 не равно 0, да? В этом случае f2' это будет лямбда... Ой, извините, пожалуйста, здесь, конечно, лямбда 2. лямбда 2у2' в квадрате плюс какое-то tau равно 0. Вот. То есть, вот три таких основных случая у нас получаются. Вот. Обратите внимание, мы каждый раз должны помнить, что мы меняем одну прямоугольную систему координат на другую, да? Поэтому что мы можем делать? Какие замены координат? Повороты, параллельные переносы системы координат. А вот, да, и симметрия. А растяжение делать не можем, да, по осям. То есть, мы это должны помнить. Если бы мы могли бы делать растяжение, то, например, коэффициенты а и b не имели бы никакого смысла, да? Потому что мы могли бы там сделать соответствующее сжатие растяжения, превратить вот уравнение такого эллипса в уравнение как бы единичной окружности. Да? Но при этом мы потеряли бы информацию о длинах полуосей эллипса. То есть... Вот. Ну, хорошо. Ну, давайте это докажем. Это такая алгебрическая выкладка. Вот в первом случае, когда оба вот эти коэффициента отлично от нуля, что мы делаем? Мы выделяем полные квадраты. Да? То есть... Ну, я не знаю, стоит ли это делать подробнее. Подробно. Ну, давайте сделаем. Вот. Лямбда 1. Значит, случай первый римская. Лямбда 1 х' в квадрате. Ну, давайте так запишем. Плюс 2b1 х' Плюс лямбда 2 у' в квадрате. Плюс 2b2 у' Плюс b0. Я переписал вот это уравнение. Ну, и давайте выделять полные квадраты. Это будет лямбда 1 на скобочку х'. Так. Минус... Вот давайте мы вот так запишем. Поделить на лямбда 1, да? Так. Минус... Ну, точнее, плюс, наверное. b поделить на лямбда 1. Так, что ли? В квадрате, да? Это будет х' в квадрате плюс удвоенное произведение Значит, 2х' b1 на лямбда 1. Ну, вроде бы все получается. Ну, вот чтобы компенсировать то, что мы сделали, мы должны еще вычесть b1 в квадрате на лямбда 1, да? Вот, аналогично поступаем со вторым со множителем. Точнее, со вторым вот этим вот выражением. Лямбда 2 у' плюс b2 на лямбда 2 в квадрате минус b2 в квадрате на лямбда 2 и плюс b0. Вот. Давайте сделаем такую замену координат. Вот это у нас будет равно х2' штриха, а вот это будет равно y2'. Вот. Понятно, это будет сдвиг начала схемы координат, да? Вот. То есть это замена одной прямоугольной на другую прямоугольную. Это понятно, да, почему? Хорошо. Значит, и приводим вот к такому виду. х2' в квадрате плюс лямбда 2 у2' в квадрате плюс b0 минус b1 в квадрате на лямбда 1 минус b2 в квадрате на лямбда 2. Вот, собственно, видите, мы получили вот такой вот вид. Ну, где тау, это вот это вот сложное выражение, да? Ну, хорошо. Давайте другие случаи рассмотрим. Вот случай 2 римская. Извините, здесь вот лямбда 1 равно 0. То есть мы получаем вот такое выражение. лямбда 2 у' в квадрате плюс 2b1 х' плюс 2b2 у' плюс b0. Причем вот это у нас не 0. Давайте выделим сначала полный квадрат вот здесь, а потом посмотрим, что можно сделать. вот это будет лямбда 2 на у' плюс что там b2 на лямбда 2 в квадрате минус 2, то есть минус b2 в квадрате на лямбда 2 плюс 2b1 х' плюс b0. а вот. А теперь давайте это запишем так. Лямбда 2 на у' плюс b2 на лямбда 2. Вы, пожалуй, проверяйте меня, чтобы я не ошибся. Плюс 2b1. А здесь мы сделаем х' плюс единица на 2b1, то есть b0, да, минус b2 в квадрате на лямбда 2. Причем немножко такие вычисления. Где вот здесь? Нет. Потому что вот у нас здесь множки. Сейчас. Ну вот, давайте вот это вот сейчас, правильно, что ли? Ну да, похоже на правду. Вот это мы обозначим через х' два штриха, а вот это через у' штриха. Вот. И тогда мы получим действительно выражение лямбда 2 у' в квадрате плюс что там? 2b1 х2 штриха, да? То есть, что и утверждалось. Вот, собственно, привели таким параллельным, ну, параллельным переносом системы координат вот к такому виду наш многочлен второго порядка. Вот. Ну, и случай 3-я римская, он, кажется, еще проще должен быть. То есть, там и b1 равно 0. То есть, получается, лямбда 2 у' в квадрате плюс 2b1 у' плюс b0. Вот к какому виду это приводится? То есть, опять же, выделяем полный квадрат у' плюс b1 на плюс, извините, здесь b2, да? b2 на лямбда 2 в квадрате а минус что там? b2 в квадрате на лямбда 2 плюс b0. Ну, вот, собственно, привели к такому виду вот это у нас y2 штриха, а вот это у нас tau. То есть, привели вот к такому виду, да, к требуемому. Понятно, как мы действуем, да? Вот. Ну, хорошо. Что? Ну, если там другие, ненулевые коэффициенты, ну, можно все как бы переименованием переменных свести к этому случаю? Ну, да, то есть, если бы у нас наоборот, было бы там, что, лямбда 2 равно 0 и b2 равно 0, то тогда x2 штриха было бы у нас. Ну, да, но любой случай сводится вот к одному из этих трех римских с помощью переименований переменных. Ну, то есть, либо можно рассмотреть там симметрию системы координат соответствующего. Вот. Ну, то есть, все сводится к этим трем случаям. Мы хотим разобрать вот те возможные варианты, но вот они разбиваются на эти случаи 1, 2, 3 римская. Вот, давайте посмотрим, какие вот из этих случаев соответствуют вот этим 9, да? Вот первая римская. Вот, давайте еще раз перепишем лямбда 1 x Ну, давайте я не буду писать два штриха там, просто x квадрат плюс лямбда 2 y квадрат плюс tau равно нулю. Вот, такое уравнение ПДСК, да, у нас что может задать? Вот, если у нас лямбда 1, лямбда 2 одного знака, одного знака, при этом tau например противоположного им знака, противоположного, то тогда это будет уравнение чего? Ну, можно поделить на это tau левую и правую части уравнение эллипса. Вот, если снова лямбда 1, лямбда 2 одного знака, а tau того же знака, это будет уравнение чего? Мнимого эллипса. Если tau равно нулю, такое тоже может быть, мы в первом случае знаем, что лямбда 1 и лямбда 2 не равно нулю, но там может равняться нулю. в этом случае мы получаем уравнение чего? Чего? Ну, да, это будет точка, это будет пара мнимых пересекающихся прямых, в случае 3. То есть, вот эти случаи, когда лямбда 1, лямбда 2 одного знака отвечают случаем 1, 3, да? Вот, если лямбда 1, лямбда 2 разных знаков, при условии, что tau не равно нулю, тогда мы получаем какой случай? Это будет, что за кривая вот из этих пяти? Гипербола, да? То есть, деля вот на это ненулевое tau, мы можем ну, очевидными там заменами привести вот к уравнению гиперболы, то есть, в случае 4. Вот, если при этом tau равно нулю, это дает нам, что? Уравнение вот этой пары пересекающихся прямых, да? Вот, давайте рассмотрим случай 2, римская. Там мы привели к какому виду уравнения? параболы. То есть, лямбда 2 y 2 штриха в квадрате плюс 2b1 x2 штриха равно нулю. Ну, причем b1 не равно нулю. Ну, и лямбда 2 не равно нулю. Как вы думаете, вот, к какому типу приводится вот такое уравнение? К шестому, то есть, к уравнению параболы, да? Если вдруг лямбда 2 и b1 одного знака, заменим там опять x3 штриха введем равно минус x2 штриха, да? Вот, ну, в общем, в любом случае сводится это в случае 6 в случае параболы. Ну, и третья римская. Какие там, какое там у нас уравнение? Лямбда 2 y 2 штриха в квадрате плюс тау равно нулю. Ну, в общем, очевидно, это отвечает в случае 7, 8, 9, да? В зависимости от знаков лямбда 2 тау и от того равно или не равно нулю тау. Вот, тем самым мы перебрали те, вот эти вот, те возможные варианты и действительно получили один из девяти типов. Видите, вот, классифицировали все возможные вот такие уравнения второго порядка с точностью до замен координат одной прямоугольной на другую. Вот, ну и, соответственно, получили, что как множество точек кривая второго порядка представляет, может представлять из себя пустое множество, одну точку, но это неинтересные случаи. эллипс, гиперболу, параболу, это конические сечения, да, потом пару пересекающихся прямых, пару параллельных прямых, пару совпадающих. Вот все варианты. Вот. Ну, хорошо, это вот была такая общая теория, общая классификация. Давайте мы сейчас немножко, чтобы отдохнуть от таких общих каких-то вещей алгебраических, немножко займемся геометрией и посмотрим более подробно на, ну, наверное, мы сегодня успеем разобрать только случай эллипса. Вот, на геометрические свойства эллипса. Я не знаю. Почему что? При заменах координат, да? Ну, это, конечно, тоже нужно доказывать. Ну, по крайней мере, мы знаем, что к одному из этих девяти типов сводится. Почему же не переходят друг к другу? Тут можно опираться на геометрические свойства. Вот, например, какие-то из этих множеств точек, они будут ограничены. Ясно, что вот, например, эллипс и не может иметь уравнения гиперболы такой же, как гипербола в другой системе. Потому что, в общем, свойства фигуры быть ограничены не зависят от системы координат. вот эллипс, например, это ограниченная фигура, она содержится внутри прямоугольника. А вот гипербола неограниченная. Там какие-то, например, из этих кривых содержат прямые. Опять же, это геометрическое свойство, не зависит от системы координат. то есть вот давайте мы пока немножко отложим. Мы по существу этот результат докажем чуть позже, когда дадим афинную классификацию кривых второго порядка. Но идею вы понимаете, да? Или не очень? Ну, немножко смутно, но ну да, да, это, конечно, но, по крайней мере, вот можно использовать геометрические свойства, которые мы сейчас, собственно, начнем изучать. Вот, то есть по существу этот результат мы докажем немножко в других терминах, что в общем афинные преобразования сохраняют типы кривых. То есть эллипс переводят, могут перевести только в эллипс афинное преобразование, гиперболу только в гиперболу, параболу только в параболу и так далее. То есть на самом деле вот эти девять типов это просто афинная классификация. Ну, точнее, если там брать нетривиальные геометрические кривые, то есть которые больше, чем из одной точки состоят. так. Хорошо. Вот, значит, эллипсом называется кривая второго порядка, которая в некоторой ПДСК, в некоторой прямоугольной системе карнат задается уравнением такого вида, где а больше либо равно b больше нуля. Вот если а равно b, это как бы случай такой исключительный, это окружность будет. Вот. В общем, не знаю, стоит ли подробно останавливаться на том, как выглядит эллипс. Просто он получается сжатием окружности радиуса в кассе х с коэффициентом b поделить на а. Я думаю, это понятно, да? Вот эти четыре точки называются вершинами эллипса. Ну, то есть они имеют координаты а0, там минус а0, 0b, 0, минус b. Вот. Вообще эллипс – это кривая, которая симметрично относительно оси х, относительно оси у, и относительно начала координат. Что это означает? Вот симметрия относительно начала координат. Если у нас какая-то точка лежит на эллипсе, то точка симметричная относительно начала координат тоже будет лежать на эллипсе. Понимаете, почему это так? то есть если у нас . координатами x и y лежит на эллипсе то . с координатами минус x минус y тоже лежит на или туда потому что видите эллипс левая часть это однородный многочлен там 2 степени ну а также и . с координатами например x минус y тоже лежит на эллипсе или минус x y тоже лежит на эллипсе вот ну хорошо вот более такие интересные менее тривиальные свойства начинаются если мы ведем понятия фокусов или сам давайте рассмотрим c по определению это есть а квадрат минус b квадрат обратите внимание если эллипс не является окружностью то c больше нуля вот фокусами эллипса называются точки f1 и f2 и f1 имеет координаты значит нашей системе координат c0 а f2 минус c0 это фокусы эллипса вот вы наверное знаете фокальное свойство эллипса эллипс это геометрическое место точек таких что сумма расстояния данных точек от этих точек до двух данных фокусов величина постоянная и равная удвоенной вот этой вот большой полуоси давайте обозначим r1 r2 соответствующее расстояние r1 плюс r2 равно 2 знаете это свойство то есть геометрически иногда это иллюстрирует так что если сбить землю два колышка и как бы посадить козу вот на такую веревку да вот она объест траву в форме эллипса ну в общем это такой геометрический способ нарисовать эллипс на как бы травяной такой поверхности ну и да вы знаете мне надо перестроиться я дело в том что раньше читал биологом ну то есть фбмф факультету поэтому вам надо более физически вот я понял вот и наоборот если у нас есть точка плоскости такая что сумма расстояние от нее до двух данных точек до двух данных фокусов равно 2 то она лежит на эллипсе мы это сейчас докажем мы это еще успеем я думаю доказать вот давайте докажем формулу для r1 вот оказывается вот эти расстояния от точки до фокусов от точки лежащие на эллипсе до фокусов являются линейными функциями координат точки ну точнее абсциссы . сейчас мы в этом убедимся вот . м пусть лежит на эллипсе имеет координаты x и грек вот давайте найдем r1 r1 это корень квадратный из чего значит это у нас c 0 ну x минус c квадрате плюс и грек квадрате да вот я хочу посмотреть чему это равно эти вот запишем это выражение их минус c в квадрате плюс y квадрате то есть это будет ну вот уравнение липса y квадрат на b квадрат равно единице минус x квадрат на а квадрат отсюда мы можем найти y квадрат это b квадрат минус b квадрат x квадрат на а квадрат в общем сейчас будут такие опять же элементарные выкладки значит x квадрат минус 20 x знаете немножко тороплюсь и я забыл еще одно понятие ввести давайте вот мы прервемся и еще введем понятие эксцентриситета это по определению c поделить на эксцентриситет эллипса это c поделить на он всегда меньше единицы до для эллипса но больше ли брайан нулю причем если эксцентриситет равен нулю то эллипс является чем окружностью то есть у него фокусы сливаются это не настоящий или то есть у настоящего эллипса эксцентриситет больше 0 на меньше единицы вот ну в частности значит c равно это а эпсилон да вот например такая формула нам пригодится вот плюс c квадрат плюс b квадрат минус b квадрат x квадрат на а в квадрате вот давайте посмотрим коэффициент перед x квадрат это будет а квадрат минус b квадрат поделить на а квадрат на x квадрат минус два а эпсилон x так что такое c квадрат плюс b квадрат это а квадрат да плюс а в квадрате вот что такое а квадрат минус b квадрат это c квадрат то есть это можно записать как эпсилон квадрат x квадрат минус 2 а эпсилон x плюс а в квадрат давайте это запишем как а минус эпсилон x цвет квадрат можно так записать да вот это у нас было r1 в квадрате я напомню да r1 в квадрате то есть квадрат расстояние от точки м лежащий на эллипсе до правого фокуса f1 вот ну и чему равно r1 отсюда ну смотрите их центристет у нас меньше единицы да а модуль их если точка лежит на эллипсе меньше чего меньше либо равно а да то есть если точка лежит на эллипсе то и и абсцисс они превосходят ну по модулю не превосходят а вот поэтому положительным вот таким арифметическим корнем это будет а минус эпсилон x вот то есть видите расстояние от точки лежащий на эллипсе до правого фокуса вот дается такой простой формулы где их это абсцисса точки лежащий на эллипсе вот аналогично r2 вы легко проверите это а плюс эпсилон x r2 это а плюс эпсилон x но отсюда следует что любой точке лежащий на эллипсе r1 плюс r2 равно 2а вот давайте докажем обратное вот здесь при выводе этой формуле формула мы использовали то что точка лежит на эллипсе вот когда мы получали r1 r2 вот а теперь давайте предположим что у нас вот действительно есть эллипс у него фокусы и есть какая-то точка плоскости есть какая-то точка плоскости м координатами x и y такая что r1 плюс r2 от этой точки плоскости вот сумма вот этих расстояний равна 2а то есть произвольная точка плоскости такая что сумма расстояния от нее до двух данных фокусов равна 2а давайте докажем что эта точка лежит на эллипсе то есть мы доказали в обратную сторону если точка лежит на эллипсе то r1 плюс r2 для нее равно 2а да давайте докажем в обратную сторону значит ну вот у нас f2 f1 значит это у нас c0 это минус c0 координаты вот давайте посмотрим r1 это x минус c в квадрате плюс y в квадрате давайте я так перепишу 2а минус r2 то есть минус корень квадратный x плюс c в квадрате плюс y в квадрате да давайте возведем левую правую части в квадрат то есть точка м удовлетворяет вот такому условию значит она будет удовлетворять и тому что получится при возведении в квадрат то есть x минус c в квадрате плюс y в квадрате равно 4а в квадрате минус 4а корень квадратный x плюс c в квадрате плюс y в квадрате плюс x плюс c в квадрате плюс y в квадрате Так, вот у сразу сокращаются. Давайте сразу посмотрим, что сокращается. х квадрат слева и справа сокращаются. Вот остается только что. Вот давайте так. Слева мы перенесем а в корень квадратный х плюс с в квадрате плюс у в квадрате. А справа, что там, хс и плюс а квадрат. Я немножко тороплюсь. Понятно, как я вот это получил из этого? Хорошо, хорошо. Давайте возведем левую и правую части в квадрат. Ну, что будет? Значит, а в квадрате на х плюс с в квадрате плюс у в квадрате равно х квадрат с в квадрат плюс 2а квадрат хс, ну, давайте так, плюс а в четвертый. Сейчас мы должны это привести к уравнению эллипса, да, чтобы показать, что точка действительно лежит на эллипсе. Давайте попробуем это сделать. Ну, к сожалению, конечно, выкладки неприятные, но зато результат потом. Плюс 2а квадрат с х плюс а квадрат с квадрат плюс а квадрат у квадрат. Вы меня проверяйте, пожалуйста. С квадрат х квадрат плюс 2а квадрат с х плюс а в четвертый. Что здесь сокращается? Сокращаются вот эти слагаемые, это очень хорошо. Значит, слева коэффициент, если мы перенесем с х в квадрат все налево, будет а квадрат минус с квадрат. То есть, b квадрат х квадрат. Коэффициент перед у. Значит, плюс а квадрат у квадрат. Чему это будет равно? Равно а в четвертый минус а квадрат с квадрат. То есть, это а квадрат b квадрат. Вы узнаете вот в этом уравнении эллипса нашего исходного. Что нужно сделать с левой и правой частью? Поделить на а квадрат b квадрат. И тогда мы получим исходный уравнение. То есть, мы видим, что любая точка плоскости, удовлетворяющая вот этому условию, лежит на эллипсе автоматически. То есть, тем самым мы доказали, что действительно эллипс – это геометрическое место точек таких, что сумма расстояний от этих точек до двух фиксированных, величина постоянная, ну и равная удвоенной полуоси. Ясно, что когда мы рассмотрим вот такую точку, то сумма этих расстояний в силу симметрии будет равна как раз 2а. Если мы рассмотрим в качестве точки вершину. Ну хорошо. Вот это вот что касается фокального свойства эллипса. Есть другой способ задать эллипс как геометрическое место точек. Вот для этого давайте еще введем такое понятие, как директрисы эллипса. Вот если эллипс у нас имеет каноническую… ну, задан уравнением в канонической системе координат, то прямые с уравнениями х равно плюс-минус а поделить на эпсилон называются директрисами. Ну, вот L1, L2 – это директрисы. Что? Каноническая система координат – это вот та самая декартовая прямоугольная система координат, в которой эллипс имеет вот такое уравнение, которое называется каноническим. Вот те уравнения, которые мы там получили, перечисляя 9 типов кривых, они называются каноническими уравнениями, соответствующие кривой второго порядка. То есть там каноническое уравнение эллипса, гиперболы, параболы и так далее. Вот. Вот эти прямые называются директрисами. Вот, оказывается, верно следующее свойство. Вот пусть у нас есть произвольная точка, лежащая на эллипсе. Вот давайте R1 обозначим ее расстояние, например, до первого фокуса, и D1 – расстояние до правой вот этой директрисы, которая называется соответствующей вот этому фокусу. Вот тогда, оказывается, отношение R1 на D1 равно ε. Да, вот отношение расстояния до фокуса к расстоянию до соответствующей директрисы для всех точек эллипса величина постоянная и равна эксцентриситету. Давайте в этом убедимся. Давайте в этом убедимся. Вот R1. Как мы выяснили, R1… Помните, чему равно? А минус εx, да? Для правого фокуса. Ну вот, АD1 чему равно? Вот прямая имеет уравнение x плюс А на ε равно нулю, да? Расстояние от точки M с координатами x, y до вот этой прямой чему равно? Помните? Так, только я неправильно написал. Вот такое уравнение имеет, да? То есть нужно взять просто по модулю. Ну, то есть это будет модуль x минус А на ε, да? Ну, ясно, что это на самом деле А на ε минус x, потому что модуль положительный. И вот это вот отношение R1 на D1 будет равно А минус εx поделить на А на ε минус x, ну, действительно равно ε. Да? Это очевидно. Вот, то есть любой точке, лежащей на эллипсе, действительно вот это вот отношение равно ε. Вот, оказывается, верное и обратное. Если у нас есть M, какая-то точка плоскости, не обязательно априори, лежащая на эллипсе, но для которой вот это условие выполнено, то есть отношение расстояния от нее до фокуса к расстоянию до директрицы равно ε, где ε на эксцентриситет, то эта точка лежит на эллипсе. Вот, ну, я думаю, вы докажете вот по аналогии или прочитаете, например, в учебнике биклининг. То есть это, опять же, стандартное рассуждение. Вот, то есть вот так вот, значит, такое есть директориальное свойство эллипса. То есть эллипс можно по каким данным нарисовать? Вот, задав точку прямую и некоторое ε, да, от нуля до единицы. И, в общем, вот геометрическое место точек, для которых вот это отношение расстояния до фиксированной точки к расстоянию до фиксированной прямой, величина постоянная равная вот. Вот, оказывается, если взять ε больше единицы, то при этом мы вместо эллипса что получим? Гиперболу. Да. Это связано с тем, что у гиперболы эксцентриситет больше единицы. А если возьмем ε, то он равно единице, параболу, да. Вот, то есть это свойство такое вот общее для всех конических сечений. Только нужно учесть, что как бы в разных интервалах эксцентриситета. То есть для параболы эксцентриситет равен единице. Да. Давайте про касательную еще выведем уравнение касательной. Вы знаете, определение давать не буду. У вас, я думаю, было определение касательной в курсе матанализа. То есть касательная к графику гладкой функции. То есть графику, извините, дифференцируемой функции. Локальный это график. Вот смотрите, у меня немножко эллипс так повернулся, но ничего страшного, да. Вот смотрите, если мы возьмем произвольную точку, скажем, на ITX, кроме вот этих двух точек. Вот, скажем, возьмем вот эту точку. Тогда, например, верхняя ветвь будет локально графиком функции какой? Y равно корень квадратный, ну, что там, B на A, да, кажется, X квадрат. Сейчас, я уже вводил это уравнение. Равно единице минус X квадрат на A квадрат. Вот, то есть это будет Y, значит, корень. И тут нужно на B умножить, да. Так что ли? Ну, то есть, B на A, A квадрат минус X квадрат. Ну, в общем, как хотите, можно так задать, да. Я правильно написал? Ну, хорошо. Вот, если мы хотим нижнюю ветвь задать, то, соответственно, будет со знаком минус. То есть, локально, вот, если выбросить вот эти две точки, то эллипс – это график функции Y равно F от X в некоторые окрестности, да, точки. Вот, ну, для вот этих точек нужно в качестве параметра, ну, рассмотреть функцию X равно F от Y, ну, какой там, G от Y. Вот, ну, вот, давайте все-таки быстренько выведем уравнение касательных. Уравнение касательных графику функции гладкой Y минус Y 0 равно F штрих от X 0 на X минус X 0, да. Вы, наверное, знаете из анализа. Вот, давайте найдем вот эту вот производную. Вот, если мы вместо Y подставим вот эту функцию Y равно F от X в уравнение эллипса, мы получим, что это будет тождественно удовлетворяться при любых X-ах из там окрестностей, в которой эллипс является графиком функции. Это понятно? Вот. Вот мы хотим найти вот эту производную. Вот давайте мы продифференцируем левую и правую части. Будет 2X на квадрат плюс 2F F штрих на B квадрат равно нулю. Таким образом, F штрих отсюда, ну, на двоечке можно сократить. Это будет что такое? Минус X на F от X. Давайте так. Так, тут будет A квадрат, B квадрат. Вот так вот. Да? Ну, если мы хотим в точке X 0, то смотрите, что такое F от X 0? Ну, это Y 0, да. Это точка на эллипсе, там, если у нас X 0 абсцисса точки, то Y 0 это координата. Ну, то есть F штрих от X 0, это есть минус B квадрат X 0 поделить на A квадрат Y 0. Вот так вычисляется угловой коэффициент касательни, то есть тангенс угла наклона касательни. Ну, а дальше просто давайте быстренько выведем. Значит, что подставим Y минус Y 0 равно чему там? минус B квадрат X 0 поделить на A квадрат Y 0 на X минус X 0. Причем точка X 0, Y 0 принадлежит эллипсу, да? То есть она удовлетворяет уравнению эллипса. Вот. Ну, давайте попробуем смотреть, что получается. A квадрат Y Y 0 минус A квадрат Y 0 в квадрате. A плюс B квадрат X 0 в квадрате. Сейчас. Это что я сделал? Сейчас я проверю. Значит, вот я умножил. Получил вот это минус вот это. Теперь перенес в левую часть плюс B квадрат X 0X и минус, да? Равно нулю. Вот смотрите, чему равно вот эта вот равность? Так как точка у нас лежит на эллипсе, то вот это все равно минус единицы, да? Извините, да, 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 да. Сейчас, ну, буквально минутку я вас задержу, чтобы все-таки закончить вывод. Да, давайте что, поделим на A квадрат B квадрат, что ли, да? Вот это выражение. Это будет Y Y 0 на B квадрат плюс X X 0 на A квадрат. Ну, давайте так. Равно X 0 в квадрате на A в квадрате плюс Y 0 в квадрате на B в квадрате, да? Вот чему вот это вот равно? Единицы, потому что точка лежит на эллипсе. Вот, и мы получили уравнение касательное к эллипсу к точке X 0, Y 0, лежащей на эллипсе. Вот оно имеет такой вид. Значит, еще раз, X 0, Y 0 – это точка касания. Это вот та точка, в которой проведена касательная к эллипсу. То есть, и она лежит на эллипсе. То есть, для всех вот этих, да? Но формула верна и для вот этих. Тут касательные будут вертикальные. Можете проверить, в этом убедитесь. Вот для всех, кроме двух случаев. И для этих тоже доказали. Дело в том, что как? Вот F может как с положительным корнем, так и с отрицательным быть. Поэтому для нижнего тоже доказали. Вот, ну хорошо. Спасибо. Спасибо за внимание.